Всем привет! С вами Екска и выпуск Балканского Бомжа. И несмотря на то, что вы видели на превью, да, к счастью, мы на свободе. Сегодня меня и оператора во время съемок очередного видео на бордере задержали полицейские. Общались грубо, завинтили меня. Оператору несколько больше повезло, благо у него есть американская виза. Что же было не так? Ну, мы снимали очередное видео. Более того, мы даже шли не в сторону американской границы, а обратно, в сторону города Тихуаны, уже собирались уходить. К нам подошли двое полицейских, проверили документы и забрали наши аспорта. Вскоре они нам сказали, причем даже не словами, а через Google Translate, то, что мы просрочили наши 180 дней пребывания в Мексике. Хотя мы можем здесь находиться до второй половины мая, так как оба въехали в ноябре. Мы, конечно, сильно удивились. Нам потом сказали, что здесь требуется разрешение на пребывание в приграничной зоне. Мы удивились еще сильнее, так как по нашим видео вы можете увидеть, приграничная зона полна попрошаек, продавцов различной фигни и даже бомжей, которые там живут. Ну, все-таки хлебное место, куча туристов, куча американцев и мексиканцев с американскими документами. Кто-нибудь додаст денег. Мы спросили полицейских, что неужели у всех попрошаек и даже бомжей есть это разрешение? Да, у всех было сказано нам. Когда нам повторили, что нас депортировать за то, что мы нарушили срок пребывания в Мексике, я начал снимать полицейских, но, к сожалению, им это не очень понравилось. Так что я оказался лицом на капот, наручники за спиной. Оператор повезло несколько больше. Позднее нас, может, через час отвезли в миграционную службу, там же, на границе. Там нас продержали какое-то время, несколько часов в комнатке, опросили, задавали дурацкие вопросы. Вроде тех, как, у вас есть обратный билет? Да, у вас есть обратный билет с собой. Ну, вы сами подумайте. Мы просто ходим, снимаем видеоблог на границе. Нас спрашивают, есть ли у нас с собой обратный билет из Мексики. Потому что я сказал, что обратный билет у меня на 15 мая. Продержали, в общем, там нас несколько часов, там были крайне неуютные лавочки и отсутствие окон. Ну, ничего страшного. Завели нас в решетчатый фургон и еще какого-то латиноса. И повезли. Везли далеко, 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 на противоположную сторону Тихуаны. А Тихуаны, на минуточку, это двухмиллионный город. Больше какого-нибудь Новосибирска, Харькова или Екатеринбурга. Так что можете себе представить. При том, что дома-то здесь в основном маленькие, одна-двухэтажные. В итоге привезли нас в какой-то миграционный центр. Как мы поняли, это центр временного содержания мигрантов, которые ожидают там суда. Ну, то есть сегодня вечером их задержали. До завтрашнего или послезавтрашнего, или когда там будет свободный слот у суда. Они там находятся. Привезли нас туда. Мы, конечно, не на шутку перепугались. Вдруг нас оставят там. Как же мы оставим наших любимых зрителей без контента, без новых роликов. Что же делать? Да и вдруг вообще в Россию депортируют. Но нет, слава богу, все обошлось. Все хорошо. Потратили некоторое время. Пробыли где-то до 8 часов вечера там. То есть мы там были часа полтора-два, наверное. Но, к счастью, в итоге нас фотографировали. Отсеркопировали наши документы. Проверили легальность нашего нахождения в Мексике. И отпустили. Даже поторопили скорее уходить. Вышли мы на улицу. И там ничего. Ну, то есть вот вообще ничего. Просто холм. Кругом частные дома. Рядом этот мигрантский центр. Куда идти? Ну, глянули карту. Пошли в сторону центра города. Взяли в магазинчике неподалеку бутылочки Кока-Колы. Чтобы как-то хоть что-то скушать. Кушать-то уже хотелось. Мы сегодня даже не обедали. Ну, вышли мы в итоге на трассу. Попытались поступить. Ну, конечно, нам никто не остановился. Но в скорости минуты через две останавливается маршрутка. И мы доехали практически до дома. Ну, оставалось уже дойти 15 минут до дома. И сейчас снимаем этот ролик для вас. Больше подробностей в завтрашнем видео. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Всем пока. До новых встреч.